Привет, друзья! Видите, это называется клоун и цветочек. У каждого свой вкус, а вкус и цвет товарищей нет. Все воспринимают мир. Картину мира может быть по-разному, у каждого есть мироощущения. И каждому нравится что-то, что другому может быть и не нравится. Ну, обычно у нас в интернете как? Вот дают какие-то упражнения, там, три упражнения или пять упражнений. Говорят, делай вот так. А у нас как раз такие, чтобы человек выбирал себе по вкусу то, что тебе подходит. И вот я хочу поблагодарить одного человека, который мне позвонил по WhatsApp и говорит, три недели назад мы с вами разговаривали, и вот я стал подбирать путем перебора по вашему принципу ключа, а не просто делать то, что предлагается, потому что мне многое что-то не подходит. Я стал подбирать, как вы советуете, и у меня произошли интересные явления. Вот у меня до этого страхи были, тревожности, и голова болела, и там, значит, я делал это, подбирал упражнения, ну, я там давал что-то, и ключевой стресс-тест, и шалтай-болтай, и потрястись. Потом, значит, кому подходит вращать холохоп, без холохопа, то есть моделируйте действия, которые ты когда-то в детстве делал, очень любил, и делал почти на автомате, думая о своем. И здесь вот то же самое, принцип подбора путем перебора, и он мне говорит это по WhatsApp. Я так вам благодарен, потому что, во-первых, я нашел то, что мне подходит, и у меня голова перестала болеть, а потом, говорит, через несколько дней у меня просветление получилось. То есть он мне так объяснял по телефону, ну, если я в чем-то сейчас вот неправильно процитирую, я специально имя не говорю, он сам сейчас посмотрит, увидит и подправит там. Может, коммент какой-то напишет, да. Но дело же не в том, что именно он делал и как он подбирал, а дело в самом принципе, что в других методах мира этого нету, там шаг за шагом. Если у вас что-то не получается, делай, пока не получится. А у нас новое необычное правило. Делай и ищи то, что получается. Вот перебирай из этих разных вариантов упражнений. Ну, там же много разных упражнений. Вот вы смотрите, вот, например, сейчас YouTube мой канал, да. А там же много, там бесплатный ликбез против стресса, там много моих выступлений, там много моих встреч с разными людьми, где мы обсуждаем проблему, как человек может подбирать себе упражнения, как дозировать, сколько делать это упражнение, как делать это упражнение. Я вам всем предлагаю еще раз, потому что он же мне сказал, что по телефону. Я, говорит, стал другим человеком. Я обновился, мы, говорит, вам приготовили ваш любимый горький шоколад. А я говорил, кто захочет мне сделать подарок, только горький, потому что сладкий я не ем, а горький и только очень маленький такие, потому что большой шоколад я и сам могу купить. Это такой шутник, но он же мне говорит, мы с женой вам приготовили ваш любимый горький шоколад с маленькими плиточками. Еще раз спасибо, еще раз привет. Потом он мне еще дальше говорит, что у него зуб болел и зуб перестал болеть. Но очень много чего полезного, приятного он мне сказал, потому что я вдруг понял, услышал, что наша работа вот в этом интернете, она приносит многим людям пользу, приносит многим людям практическую пользу. И вот сейчас вот люди, которые со страхами, мне все время пишут, сейчас одна дама написала, как мне быть, вот у меня страхи, я ваш ключевой стресс-тест сделаю, страх не убирается. Я говорю, а вы посмотрите другие видео у меня на канале, поглубже посмотрите. Вот бесплатная у нас встреча, консультация есть. Две-три минутки, вы мне уже сформулируете вопрос конкретный, что у вас не получается, и там напишите мне в скайпе. Я всегда бываю после 19 часов. Раньше мне звонить и писать не надо, потому что я в это время занят другим делом. Вы знаете, чем я занимаюсь. Но вот в этот момент, после 19 часов, кто хочет выйти ко мне на скайп за помощью, за консультацией, напишите конкретно, какой из приемов у вас не получается, и что именно не получается. Я буду знать, что вы в теме, да, и за 2-3 минуты быстренько я вам подскажу, где может быть ваша ошибка, или дам совет другой. Ну, а когда мне пишут люди, вот я хочу лично с вами в скайпе, да, ну, сколько стоит ваша консультация, зачем вам деньги платить? Зачем вам деньги платить? Вы просто возьмите, просмотрите, как следует YouTube. Там много-много-много полезного. Потому что, когда вы выйдете ко мне и будете долго со мной объясняться и так далее, а жить-то мне когда? У вас же проблемы, вы же не просто так пишете, правильно? А жить-то мне когда? У меня же сотни-сотни людей, поймите. Я хочу, чтобы вы были в теме. И не надо мне за это платить. Я же стараюсь вам дать бесплатно. Ну, вот есть люди, которые, вот, нет, я лично с вами, с мастером, я хочу в обратной связи. Ну, платите тогда. Платите, у меня встреча стоит 5000 рублей. А зачем вам платить? Не платите, я бы на вашем месте не платил. Я бы просто взял, потрудился, сделал небольшое усилие, просмотрел YouTube-ленту и нашел бы ответы на свои вопросы. Потому что недавно, единственный человек за все время купил мой этот самый вебинар позапрошлого года. Позапрошлого года. Шесть часов. Шесть часов вебинар, который там назывался «Как настроиться» или как-то там назывался, я не помню точно. Это у меня есть меню-магазин в сайте стрессу и хасайру меню-магазин. Там ИП. И там, значит, человек заходит и смотрит книги в электронном виде, смотрит, это раритеты, потому что в бумажном виде их давно нету, и смотрит там вебинары наши. Это вот для того, чтобы люди с обратной связью. Мы там долго, ну, шесть часов там вебинары. Там есть и по три часа вебинары, да. И по пять часов. Ну, там разные вебинары. Но этот человек посмотрел по видео вебинар, который давно был, и мне написал письмо. Он говорит, слушайте, я так разочарован, потому что я, говорит, купил этот вебинар. Вообще, позапрошлого года, хоть бы раньше я написал, я бы ему помог ответить на его вопрос. Он купил этот вебинар, и я очень разочарован, потому что там исполнение желания, название написано, а у меня желание не исполнилось. Ну, друг мой, слушай, я же не знаю даже, какое у тебя желание, и как за шесть часов, как за шесть часов можно не увидеть, не услышать те советы, которые я даю, как снять стресс, как снять нервно-мышечные зажатости, как снять блоки сознания, комплексы, стереотипы, которые нам мешают настроиться на то, чтобы наши желания исполнялись. Я же ни понятия не имею, какое желание. Там, может быть, человек пожелал, у него, например, был москвич, а он пожелал, чтобы у него мерседес был. И он там купил за 3000 рублей этот вебинар, и хотел мерседес, который стоит 50 тысяч долларов, за 3000 рублей, чтобы у него он свалился с крыши. Ну, это же тоже понимать надо, какие желания настраиваться. Ну, вот, например, очень много людей и очень счастливы, потому что, получив такие семинары, такие знания и понимания, как уметь переключаться, настроиться, как настроиться на то, чтобы исполнилось желание. Имеется в виду, что оно не с крыши падает. Имеется в виду, вы над чем-то работаете, а у вас это не получается. И тогда, значит, вам надо освободить свое сознание от блоков, страхов, стереотипов, потому что, когда человек решает любой вопрос, самое главное, ему освободиться от этих штампов мышления. И тогда его желание начинает исполняться, он правильно его себе формулирует, и правильно он настраивается, и на самом деле у него появляется идея, как сделать какое-то простое действие, чтобы получить результат, который он хочет. Ну, это может быть человек такой немножко не в теме, ну, поэтому я даю совет, помогаю человеку, который хочет, чтобы у него исполнялись желания, тем более, посмотрев шесть часов, там много, 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 но это же надо еще и смотреть с открытыми глазами, да, и потом не знаешь, какое желание может, он хочет стать космонавтом, а времени на подготовки нет. Ну, много же разных людей, на вкус и цвет-то вообще нет. Вот видите, клон цветком, и он так, вот посмотрите, у него даже тут от умиления, вот слезка такая, вот видите, от умиления, что он, это так совпало с ним, он смотрит на этот цветок, и там, видите, я нашел этот цвет, вот это все, вот в них тонах, а здесь вот такой вот, такой сиреневый, да. Ну, когда я нашел этот цвет, когда я снял нервно-мышечные зажимы, когда у меня было хорошее настроение, я нашел, и мое желание исполнилось. Послушайте, иконы, как писали раньше, чтобы человек написал икону, он себе готовил, он там пост соблюдал, он там даже в уме своем, очищал свой ум, он там какие-то, как-то настраивался, ну, чтобы кисть у него была свободная, чтобы дух был над телом, чтобы он был в этот момент сам, как ангел. И раз, его кисть, и мы смотрим на эти иконы, и восторгаемся, и сопереживаем, и мы чувствуем там чистоту. Да, ну, то же самое, чтобы исполнилось желание. С другой стороны, назови, это не исполнение желания, да, а чтобы твоя воля была свободной, а чтобы ты мог найти то единственное решение, идеальное решение сложного вопроса, и понять, что нужно сделать для того, чтобы достичь желаемого. Ну, когда пишешь на одном языке, как исполняется желание, люди так понимают, что это же сверху падает без всяких твоих усилий. Ну, хотя бы одно усилие сделайте, друзья, те, которые задают мне разные вопросы, просматривайте наш YouTube, читайте мои книги. Там в электронном виде есть суперкниги, это раритеты, их нету, их давно не выпускают, они давно уже раскуплены в бумажном виде, но сейчас у меня вот вышло там в Редера, вы знаете, Редера под редакцией Федора Макарова, нашего сценариста, который в свое время сделал фильм «Ключ к мечте». Там в YouTube можете набрать «Ключ к мечте». Да, очень хорошо он сделал. И вот там тоже эти упражнения есть, как делать. Там и вот это синхронизирующая физкультура, которая снимает напряжение. Да, ну, я еще раз хочу поблагодарить человека, который мне позвонил. Мы с ним договорились еще, он же мне что сказал, а я, говорит, в следующий раз взял, говорит, и поискал то движение, как вы учили, новое для себя движение, я, говорит, его нашел, которое никогда раньше не делал, я в этот вечер сидел, говорит, в таком состоянии, необыкновенном, правильно? Потому что там у нас принцип подбора путем перебора из предложенных упражнений. Обратите внимание, я сейчас важную вещь вам говорю, ну, где же такой метод в мире больше еще есть? Первая часть, из предложенных упражнений вы по критерию индивидуального соответствия, перебирая их, как примеряют ботинки в магазине, а девушки, как платье примеряют, вы подбираете свое движение, да, ну, как это делается, принципы, правила, там все есть, и в книгах есть, и в сайтах моих есть, и везде там посмотрите, будьте в теме, это первая часть, а вторая часть, это развитие поисковой активности мозга, поисковости, это становиться человеком будущего, это развивать свои креативные возможности, создавать неординарные решения в условиях неопределенности, многозадачности, когда на тебя что-то свалилось, если ты не знаешь, как быть, ты тренируешь это, это вторая часть, это элементы ключ-2, это когда ты ищешь, не просто подбираешь из предложенных упражнений, а ищешь то действие, которое ты никогда в жизни не делал, ты вспоминаешь свою жизнь, ты задумываешься, что же ты такое никогда не делал, там об этом тоже сказано, и вот он взял и сделал этот прием, и он говорит, я чувствовал себя так прекрасно, такая безмятежность, такое состояние светлости ума, такое состояние, поискал движение, которое никогда не делал, ну в каком методе мира это еще есть, вы же в поисках наипростейшего движения, при подборе упражнений, и в поисках движения, которое никогда в жизни не делали, развиваетесь, а здоровье это что такое, это развитие способностей справляться с недугами и недостатками, а у всех у нас есть, и у меня, и у тебя, мы его любим, и у него, мы его не любим, и у него, у всех есть какие-то проблемы, а здоровье это как раз такие способности справляться с этим, а вы это развиваете с помощью метода ключа. Да, друзья, спасибо вам за внимание, как говорится, спасибо вам за внимание, да, и вот я вам предлагаю, ищите по своему вкусу, чем я отличаюсь от всех, так сказать, специалистов, которые что-то рекомендуют, не только тем, что я художник, писатель, поэт, я обучаю чемпионов мира и бизнесмену, не только этим, я обучаю думать, я обучаю думать, а воля наша основана на подборе путем перебора, а то иначе нам говорят, у тебя есть только один выбор, делай как я, вот там упражнение показывает, надо дышать вот так, надо сидеть вот так, делай как я, делай как он, а мы говорим, делай как ты, ищи, то есть, по существу, мы обучаем не исполнительности, а открываем в тебе человека творца, вот чем я отличаюсь, до встречи, друзья, до встречи, до встречи, до встречи, до встречи, Продолжение следует...